В Украину из теплых краев уже прилетели аисты. В ряде европейских стран прибытие этих птиц – праздник. Украинцев же призывают позаботиться о пернатых. Виктор Добрик-Кармазин, президент Академии природоохранных наук Украины, намерен обустроить специальные места для гнездования аистов под Киевом. Сюда они прилетают из Африки, где живут четыре месяца. Летят они сюда месяц, летят они по маршруту вдоль Нила, дальше из Египта они поворачивают на Израиль, на Сирию, перелетают в Турцию и дальше уже распределяются Болгария, Румыния, Украина, Польша, Германия. По дороге в Европу для аистов создаются лучшие условия. Вот когда они перелетают через Израиль, в Израиле есть несколько санаториев для аистов. Если они устали, аисты, если они голодные, вот они там несколько суток приходят в себя, а дальше летят. В этом году в село Плесецкое вернулись все аисты. Для местных жителей это хороший знак. Это у нас она. Он у нас такой интеллигентный, худенький. Мы их так ждали, мы так переживали, чтобы они прилетели. Аисты прилетают в середине весны и живут до сентября. За это время они ремонтируют гнезда, несут яйца. И уже в августе птенцы могут вылетать из гнезда, сами искать себе корм и, конечно, общаться с людьми. У нас как-то был дождь, и аист сел на крышу. И мама сказала, что это к счастью. Этому двухэтажному гнезду около 40 лет. И его жильцы – частые гости в огороде Людмилы. «Приносят нам радость, пополнение. Самое главное – мир. Когда у нас вспахивают огород, то они частые соседи и ходят, не боясь людей». Издавна украинцы верили, что аисты приносят счастье и мир. Они охраняют и очищают землю, а также оберегают от нечистых духов. А в семье, где поселились эти птицы, непременно будут согласие и гармония. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова